здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о своем новом проекте из названия вы поняли что я буду начинать вышивку от химеры химера это псевдоним дизайнера елены романовой довольно таки известная личность много кто ее вышивает и вот я тоже присоединилась к этому кругу любителей этих дизайнов но я еще пока не любитель я еще только пока пробую итак как же я дошла до жизни такой да прежде чем рассказать вам о дизайне расскажу почему я за это взялась потому что как вы знаете я не многоцветница не очень я люблю такие работы почему я их не любил потому что они большие но с тех пор как я начала вышивать гобеленовым стежком настроение я поняла что даже самые большие работы можно ужать в два раза и это меня полностью устраивает это первая причина и вторая причина это то что наконец-то я увидела нашла свой дизайн который мне хотелось бы воплотить в жизнь и так что же я буду вышивать давайте еще немножко подержу интригу и посмотрите пожалуйста какая у меня палитра палитра замечательные цвета очень яркие очень красивые очень насыщенные может быть уже даже кто-то догадался что это будет хотя и честно говоря я не видела отшив этого дизайна и так что же это что же это это вы сейчас видите на своем экране потому что картинку распечатала но качество так себе это дизайн сиреневая поляна все артикулы я подпишу внизу и оставлю ссылку где я конечно покупала эту схему это дизайн разработан по картинам художницы энн-мари бон насколько я знаю это английская художница вот кстати говоря и сама картина вы видите что сходство поразительное здесь не как в лукасе или дименшинс полная переработка а дизайн взят один к одному дизайн довольно сложный ну как сложный именно по схеме потому что я выбрала небольшую разработку она всего размером 240 на 240 крестиков решила я начать с малого и здесь всего 59 цветов то есть по сути это не многоцветка у меня другие работы были более многоцветные да с большим количеством цветов но ничего страшного для первого раза я думаю то что надо потренироваться посмотреть мое это или нет надо оно мне вообще или не надо здесь по крестиком по вернее стежкам 57600 стежков ну вы да наверное уже догадались что буду вышивать я гобеленовым стежком но это в два раза быстрее так что в принципе по большому счету ну конечно большая работа но не так чтобы сильно очень не не тысячник и даже не полтысячник насчет дизайна я с этими сюжетами знакомы давно давно на них поглядываю они конечно встречаются мне в различных вариантов но обращала я внимание именно вот на такую цветочную поляну в лесу первый раз я сюжет увидела где-то в ленте даже не знаю как он называется мне кажется эта схема из какого-то журнала вы сейчас видите как она выглядит следующую похожую схему я встретила уже в своей книге книга называется цвету деревенская коллекция но там схема вырви глаз с этой схемой надо работать здесь очень много бэкстича и все равно глядя на эти два сюжета мне очень нравилось я что-то хотела подобное но что-то было не так и только когда я встретила схему от химеры я четко поняла это то что надо вот это я хочу вышить и конечно же прикупила эту работу вернее схему конечно же естественно я не нашла отшивов но тем интереснее да в принципе девочки вышивают по дизайнам химеры и редко когда встречается какой-то прям совсем страшный прогон буду вышивать я по саге я здесь накупила схему она уже изначально идет в саге и в pdf сага меня полностью вот это с формата xsd он меня полностью устраивает схема сложная сложная если половина где-то одна треть сюжета вышивается легко то именно на поляне на цветочной поляне начинается полный мрак я вам сейчас этот мрак итак мы с вами можем эту схему лицезреть на моем планшете вот то что будет если мы нажмем на глазик и давайте посмотрим что по схеме ну как я вам говорила 200 50 240 на 240 здесь размере 59 цветов так и сама схема вот посмотрите пожалуйста здесь конечно ужас уже что творится так фокусируйся вот вы видите вся поляна она просто пестрит пестрит если не одиночками то большим большим смешением цветов ну вот есть места попроще да вот а есть места прям где много много всяких значков но не знаю даже пока меня это не пугает я в общем-то хочу вышивать горел этим желанием вот видите есть места прям вот а вот здесь вот сверху вот здесь вот тоже на поляне ведь какая пестрота тоже ну в общем я не знаю короче говоря буду вышивать и буду вам попутно рассказывать вот здесь вот все намного проще и вот здесь вот сверху тоже довольно все просто ну еще конечно же вот в зелени да несмотря на то что тоже так сильно не сложно в общем вся веселуха начнется именно на поляне это не во всех местах но может быть короче говоря где-то треть работы будет довольно сложная вот видите что здесь творится но чем хорошо хорошо тем что здесь нет блендов это в общем-то радует ну и соответственно конечно же нет бэкстич потому что в разработках химер его в принципе нет как класс организация конечно же я организовала все свои нитки на своем любимом органайзере организовала по порядку и подписала цвета дмс вышивать я буду ниточками дмс так как здесь габелин да буду вышивать габелином ну не так конечно прилично требуется но не так чтобы сильно много у меня к сожалению сюда входит только 56 цветов поэтому пришлось мне еще три цвета делать вот такой вот отдельный органайзер впоследствии я сюда приклею какой-то спине на основу и буду сюда парковать иголочки потому что именно так я вышиваю я вышиваю в какой-то логический участок и а потом паркую если у меня ниткой до конца не уходит я паркую ее вот в эту вот спиненную основу ну или в данном случае здесь будет какая-то приклеена очень удобно вышиваю я практически на каждый цвет одной иголкой вышиваю так уже очень давно это хорошо ускоряет вышивку органайзер я делала сама просили меня сделать мастер-класс как его делать но вот что то как-то руки не дойдут и честно говоря не совсем понимаю надо ли это или нет что на чем я буду вышивать я вообще вышивала на стране нет лукас теперь я решила попробовать такую ткань как конгресс стране попробую посмотрю чем они отличаются пока что запялила в пяльца от норги это у меня четверка то есть это большой размер и разметила вот тут у меня середина потому что видите у меня весь процесс сюда не входит посмотрю в любом случае я планирую давайте буду показывать вам вот на фотографии но видите она есть очень плохого качества в любом случае буду вышивать сверху и вниз вышью сначала одну половину а потом соответственно передумаю другую вот первая половина у меня сюда почти входит но немножко не входит там снизу но в общем начну и пойду вниз потом уже буду смотреть как мне будет удобней то ли на вкус на папе переставлю то ли может быть даже раму какую-то организую пока еще вот я люблю как бы начать посмотреть как идет потом уже что-то реорганизовать если надо будет серединка и вот соответственно край то есть сама по себе работа да не очень большая на конгресс трамине размер 240 на 240 леточек это будет примерно 24 на 24 но может быть там 25 20 между 24 25 сантиметрами работа маленькая будет но если бы я ее вышивала на допустим луган 25 каунта соответственно она была бы размером 50 на сантиметр у меня такой размер не устраивает я такие гигантские работы мне уже все у меня стены кончились и совершенно я не знаю куда вешать а здесь можно будет оформить во что-то такое маленькое симпатичненькое можно будет и не оформлять ну в общем ладно что до оформления да еще и вышить надо собственно говоря так что вышивая на конгресс трамине что вообще у меня по планам по этой работы конечно же я ее не буду только одну вышивать буду одновременно вышивать еще другие процессы и в общем то вот по планам планирую я ее все-таки закончить в мае да так у меня будет растянут такой период но по крайней мере не хочу растягивать на год эту работу чтобы мне вышить в мае ее сейчас у нас январь то есть 57 600 мы делим на пять месяцев и это был примерно получается одиннадцать тысяч пятьсот двадцать гобеленовых стежков это очень важно потому что гобеленовые стежки да в два раза меньше соответственно где-то шесть тысяч крестиков вполне реально вышивать в месяц на одной какой-то работе да и плюс еще что-то там одновременно но опять же это все такие планы как пойдет так пойдет посмотрим что там будет получаться потому что еще раз говорю что схема внизу сложная в нижней части и возможно потребуется времени намного больше ничего страшного я никуда не тороплюсь у меня никакой дате эта работа не вышивается просто мне интересно попробовать что-то новенькое попробовать нового дизайнера нового производителя и так далее так соответственно размечать я буду размечаю я всегда по мере отшива то есть вот я начну отшивать и буду по мере как 10 крестиков прошла отмечу в общем вы поняли так как обычно размечаю я акварельными карандашами в данном случае у меня будет зеленый цвет сибирский кедр вот я здесь уже соответственно этим карандашом наметил середину и край работы как я делаю до ориентируясь раньше я размечала всю основу это было очень давно и это неправильно потому что это трудоемка лучше размечать по мере отшива я нахожу центр основы и от нее от этого центра откладываю соответственно но если у меня 25 сантиметров то соответственно 12 половина в одну сторону 12 план другую здесь тоже 12 половин 12 половины нахожу пересечения и тем самым нахожу край работы по моему все логично замечательно и просто так что вот так вот мои дорогие ну соответственно у меня в организации будут ножницы и наверное все то есть такая простейшка организация моя я начинаю начинаю начала дай у вас видео немножечко позже выйдет чем я начну эту работу начну я ее прям если у меня будет время конечно и состояние дам адекватная 1 января потому что не начну первого в общем короче говоря начну с января и я надеюсь что в этом же видео я покажу вам какой-нибудь прогресс хотя бы какие-то первые свои крестики даже не буду с вами прощаться будет еще включение с прогрессом или соответственно никакого прогресса не будет видео в любом случае выйдет планирую 7 января как раз на рождество выпустить это видео все мои дорогие я временно от вас скрываюсь а вы через несколько секунд увидите что у меня получается и я снова с вами прошло не так много времени прошло всего несколько дней у меня есть что вам показать и так на данный момент я вышла на этой работе вот посмотрите пожалуйста то что у меня получается вышла я всего где-то примерно 3000 крестиков конечно же не крестиков гобеленов и снежков и у меня сейчас вышито 5 процентов работы но считают для трех дней для такой сложной схемы это даже очень неплохой результат если мы с вами посмотрим на эту не очень качественную картинку вот да вот так вот где-то вот такой вот кусочек у меня вышит конечно же впечатление у меня сейчас неоднозначные это химера сложная довольно таки схема а в основном сложная и местами простая я не знаю чем руководствуется автор при создании этих схем скорее всего это прогон и кое-где она делает этот прогон попроще но в основном если обобщить да что у меня получилось то есть допустим вот мы берем маленький светлый участок из пяти гобеленовых стежков и можно сказать что это все вышит одним цветом а нетушки это все пять одиночек и практически по всей работе это так происходит да есть какие-то участки довольно простые но редкость вы знаете редкость большинство здесь конечно мешанина россыпь вот так вообще не что раз так по всей работе эти крестики раскидали и в общем представляю я если даже здесь довольно сложно что меня ждет внизу но возможно я втянусь их все как-то у меня будет пошустрее проходить да сейчас конечно одиночек очень много но ничего страшного вы знаете вышивать интересно затягивает невозможно оторваться пока что мне нравится меня конечно немножко расстраивают совершенно нелогичные одиночки от логики в этой схеме что что не говори ну это химера да это многоцветка то есть наверное в понятие многоцветка в многоцветки входит именно прогонистые работы но я не буду утверждать я не специалист по многоцветкам и так вы видите что я переорганизовала свою вышивку сняла я с пялец нурги неудобно мне неудобно показалось запялила я вкуснапы вот видите я здесь надшила фетровый кусочек и оказалось очень удобно и нужно тянуться во-первых вверх я вышиваю на станке топокс и неудобно подлезать вот под самый верх а сейчас вот видите все очень удобно вот так вот примерно расположена четверть работы то есть конечно же мне придется не всю работу вам показывать а именно четвертями то есть я вышлю эту четверть переставлю вкуснапы вышли вторую четверти и в общем так по итогам четвертями вам буду показывать скорее всего вы полностью эту работу уже увидите когда она будет закончена но сейчас рано так далеко заглядывать вы видите пять процентов но еще расскажу что вышиваю я с удовольствием пока что мне все нравится по-прежнему я не нашла отшив этой работы но нашла картинку более лучшего качества и возможно в итоговом видео за январь вы уже увидите что у меня действительно должно получиться на этом я с вами прощаюсь была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео а